Круто, кстати, если что, личный рекорд можно не побивать. Вы это видели только что? Скажите, что вы это видели? Чувак только что провалился в зыбучие пески. Мы обрещены, понимаете, вы видели? Перемотайте, кто не видел. Чувак в зеленом костюме только что провалился в зыбучие пески. Привет, ты не узнал его? Ты же Томми Версетти, ты посмотри, как он круто выглядит. А знаешь, что в таком костюме я люблю делать Томми Версетти? Не знаешь? Играть с радиоуправляемыми машинками. Всем привет, с вами Спектр. И еще раз, я, наверное, не помню, я взорвался или нет, но в любом случае, всем привет. И сегодня мы с вами немножечко поиграем в радиоуправляемые машинки, самолетики и вертолете, как это обычно бывает. Тем самым мы продолжаем смотреть, что будет, если в GTA Vice City, а также проходить ее на 100%, точнее, готовиться к 100% прохождению, которое скоро состоится в виде стрима. И мы уже с вами практически закончили все второстепенные задания. Соответственно, потом можно будет уже делать видео, что будет, если пройти GTA Vice City на 100%. Итак, первая радиоуправляемая гоночка у нас называется RC Bandit Race. Значит, на радиоуправляемых бандитах нам нужно проехать два круга, при этом наши чуваки сразу же устремляются вперед и нам их никак не обогнать на старте, но это можно сделать чуть позже. В детстве это была просто задница для меня, потому что я сидел с другом, проходил Vice City, и мы не могли пройти эту гоночку на бандитах, потому что никак у нас не получалось это сделать вообще. Это действительно было сложно. Мы очень долго разбирались в управлении, потому что нужно было правильно входить в повороты, еще нужно смотреть, когда враги дают тебе первое место, и ни в коем случае нельзя врезаться и выезжать за трассу. Соответственно, мы пытались срезать, у нас опять же ничего не получалось, поэтому единственный правильный способ здесь это просто ехать по начерченной трассе, скажем так. И, в общем-то, да, как я сказал, два круга нам надо сделать, и мы с вами сегодня пройдем все радиоуправляемые ивенты, которые есть в GTA Vice City. Если я правильно помню, это у нас радиоуправляемые машинки вот эти, радиоуправляемый самолетик Baron, который находится в моле наверху на парковочке, и у нас есть радиоуправляемый вертолетик, который находится в аэропорту. За это, конечно же, дают какую-то награду, но, если честно, это было так давно, что я уже не помню даже какую. Может быть, какой-то плюс к бонусу, хотя это вряд ли, конечно. Но, в итоге, одну минуту примерно занимает у вас один круг. Если вы прошли быстрее, можете написать об этом в комментариях. И мы с вами, как я уже сказал, уже заканчиваем, по сути, проходить GTA Vice City на 100% в плане видеороликов. Останется ее только пройти в качестве стрима уже полностью без всяких читов, и выполним все задания, которые я для вас постоянно готовлю. В общем-то, да, при покупке второго монитора я уже задумывался об этом, я говорил это на предыдущем стриме по GTA 4. Кстати, сегодня будет финал по GTA 4. У нас там осталась с вами сделка с Дмитрием, вы ее не пропустите. А также финал с Джимми Пегарина и тем же Дмитрием, конечно же. Жду вас. Трансляция будет на моем YouTube-канале, конечно. И, друзья, если вы новый, то можете подписаться на канал, у нас уже практически 40 тысяч, а, как вы знаете, каждые 10 тысяч я готовлю специальный видеоролик. Поэтому ждите, на 10-й юбилейный видос я покажу свою челкастую морду вам на камеру. Ну, то есть на 100 тысяч, ну вы поняли, да? Вот. Собственно говоря, RC Bandit Race это довольно простая гоночка, и ничего из себя она не представляет. Две минуты примерно вашего времени на это уйдет. Мы получаем всего-то 100 долларов. Я бы не сказал то, что это круто. Кстати, если что, личный рекорд можно не побивать. Вы это видели только что? Скажите, что вы это видели? Чувак только что провалился в зыбучие пески. Мы обрещены, понимаете? Вы видели? Перемотайте, кто не видел. Чувак в зеленом костюме только что провалился в зыбучие пески. Готово, Сити, что делать? Я не знаю, серьезно. Это страшный город. Да, кстати, за RC Bandit Racer мы ничего не получили. По такую музыку можно заехать в молл. Блин, я не смогу въехать туда. Fuck my life. Сегодня был в Макдональдсе. Там такая же музыка, как в Нордпойнт молле. Блин. Даже не знаю, дежавю или не дежавю. Но это какой-то ужас. Я чуть не сменил эту прекрасную одежду. Итак, мы с вами на крыше парковки Нордпойнт молла. И здесь находится у нас с вами второй фургончик Топфан, который раньше, кстати, назывался Топган. Даем. К сведению, если я не ошибаюсь, такая игрушка была Топган. Но, видимо, из-за этих судов Рокстары решили... Да ну нахер, пусть будет Топган. Ой, Топфан. RC Baron Race, друзья. Следующая гоночка, где нам нужно управлять уже вот такими барончиками. Если вы думаете, что... Я сейчас скажу, что у меня тоже были в детстве проблемы с этой гонкой, то вы абсолютно правы. Это правда у меня были огромные проблемы с... Подождите, это не бандиты, это бароны, да. С баронами у меня тоже были проблемы. В детстве, потому что... Если честно, та же хрень, что и в миссии с вертолетиком. Я банально не разобрался когда-то в управлении. Ну, это было давно, друзья. Те, кто играли в ГТВ-сити, не знаю, там, года в четыре, они прекрасно понимают, что такое миссия с вертолетиком, они понимают, что такое барон, вот этот рейс, да. Чей... В управлении разобраться это было тогда действительно очень тяжело. Плюс, кстати, я знаете, на какой версии раньше играл в ГТВ-сити? Вы не поверите, я не знаю. Может быть, могу слукавить, но я играл в версии, когда на радиостанциях на всех крутилась только одна радиостанция. То есть, например, у меня это как было? На всех радиостанциях крутилась Wave 103. Верите или нет, но когда-то и такую хрень я тоже где-то откопал. На самом деле, мне друзья потом подогнали на днюху ГТВ-сити, извините, на... какой там, на четвертый мой день рождения вроде. Ну так вот, на самом деле, гоночка на бандитах... Чего я все время хочу сказать на бандитах, на баронах? Она не такая уж и сложная. Дело в том, что она будет легче, если вы включите синхронизацию кадров. Она у меня сейчас выключена, кстати. Я скоро вам сделаю гайд, как сделать 60 фпс в ГТВ-сити, хотя я думаю, это понятно уже как, но... Для самых непонятливых я это сделаю. Почему? Потому что если мы отключаем синхронизацию кадров, мы получаем 200 или 300 плюс фпс, как у меня вот, например. И из-за этого некоторые скрипты нарушаются в ГТВ-сити, так как они подразумеваются на 30 фпс, то есть самый стандарт. Соответственно, мы не можем иногда сдавать назад на некоторых автомобилях. Мы не можем иногда... Мы можем иногда получить урон на ровном месте. А если вы, кстати, отключите синхронизацию кадров в ГТА-снадрес, что я вам точно запрещаю делать. Один раз я проходил миссию, где надо было мотоциклы загнать на Пакер в Лас-Вентурасе. Я прыгнул на забор, и у меня Карл Джонсон сдох. Просто потому что синхронизация кадров у меня была отключена. Так что либо фокусить это все на 60 фпс, либо играйте в 30, я вам говорю серьезно. Но лучше, конечно же, просто сделать лок на 60. Итак, мы с вами прошли бароновую гоночку, и мы получили... Я не знаю, пачку туалетной бумаги получили. 100 долларов, не знаю. Я не уверен, что 100 долларов стоит пачка туалетной бумаги в городе Вайс-Сити, но 100 долларов это... Это много, да? Эээ! Вот это Томи Версиат такой... Эээ! Ладно, погнали в аэропорт уже. Знаете, я еще хотел вас поблагодарить на самом деле. На предыдущих видеороликах вы набрали мне по 1000 лайков. Ну, вот кроме видео с недвижимостью в ГТА Вайс-Сити. Не знаю, почему там еще их нету. Но мне действительно приятно. Спасибо вам большое. Если это видео наберет хотя бы лайков... Ну, давайте... В тот раз я сколько говорил? 300, да? Давайте в этот раз будет 400. Если 400 лайков наберем, вам же не сложно, да? И... Буквально завтра, как обычно, по расписанию выйдет следующий видеоролик по ГТА Вайс-Сити. Самое мое нелюбимое, одновременно любимое, вертолетик в аэропорту ГТА Вайс-Сити. Почему любимое? Потому что нас тут не ограничивают во времени, и у нас с вами нет никаких конкурентов. Почему нелюбимое? Нам нужно летать в такой заднице, что вертолетик может просто взорваться. Из-за того, что зацепится лопастями за какие-нибудь контейнеры. Но топ-фан номер 3 находится у нас тут, и он называется RCA Rider Pika. Здесь мы летаем уже на райдере. И нам нужно собирать чекпоинты. 20 чекпоинтов, соответственно, нужно лететь в самую жопу. Как вы видите, вот примерно поэтому я не люблю это все дело. Малейшая зацепка, и райдер сдохнет. Окей! Давай еще раз. Вот примерно поэтому я и не люблю все это дело. И да, чекпоинты здесь надо собирать не все подряд, а в определенной последовательности. Что еще нам усложняет задачу. Поэтому я вам крайне не рекомендую приземляться хоть даже кончиком лопастей на землю. Или об стены просто биться за этого райдера. Кстати, из-за того, что сейчас дождь идет, у меня почему-то просадка FPS в I-City не тянет. Ладно, на самом деле это не смешно. Не знаю, в чем дело. Ну ладно. Итак, осталось 17 чекпоинтов. Если честно, кстати, было бы неплохо, если бы Tommy Versace что-то давали за прохождение RC гоночек каких-нибудь. Потому что затренирует его координацию, понимаете? Он управляется с радиоуправляемыми машинками, с самолетиками, вертолетиком. Ну, что-то-то должны давать. Вот сейчас будет самая жопа, потому что нам нужно сейчас между трамплинами взять этот долбанный чекпоинт. Это будет сейчас очень сложно и очень печально, что в GTA Vice City есть только такой мод, который позволяет, как в Сан-Андресе, управлять камерой. При этом, крутя мышкой, имеется в виду. Вот. Кстати, если вы знали или нет, это действительно так. Но обзор модов на GTA Vice City скоро появится на моем канале. Только давайте добьем уже GTA на 100% своей рубрикой этой. И подытожим, что же все-таки будет, если пройти на 100%. А потом уже мы с вами будем смотреть на моды в Vice City, какие-то моды проходить. Потому что я знаю, есть моды на прохождение для GTA Vice City. А некоторые можно будет даже и застримить, почему бы и нет. Ну, посмотрим, друзья, всему свое время. Единственные моды, которые я играл за всю свою жизнь для GTA Vice City, это был Deluxe. Это был Killer Keep. Это была Зимовка. Кстати, Зимовка довольно неплохой такой модецкий был, на самом деле. На самом деле там такой просто, типа, небольшой слой этого снега. Ну, вот реально небольшой прям такой слой. И просто тормозит немножечко движение автомобилей. По сути все. Ну, и город, соответственно, становится слишком белым. Слишком белым. Ну, никакого расизма как бы тут нет. Вау. Я что-то заговорился, даже уже забыл про этого райдера. Рейдера. Райдера, рейдера. Неважно. И да! Самое главное тут не торопиться. Одно малейшее препятствие нам конец. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Лучше все делать медленно, но при этом осмотрительно, аккуратно. И все будет хорошо. Так, и мы уже, кстати, с вами прошли половину всех чекпоинтов. Райдер вообще слишком хорошо управляемый вертолетик, я вам хочу сказать. Это правда. Он очень управляемый на самом деле. И даже как становится не по себе, когда я им управляю, потому что малейший сдвиг. И райдер, все, он горит уже, понимаете. Да, три только радиоуправляемых хрени находятся в I-City. Может, это хорошо, может, это и плохо, но я думаю, все-таки это хорошо. Потому что ничего нового, я думаю, не придумаешь, если к четвертому соотносить. Да, но на чем еще можно было? В принципе, летательные есть, наземные есть. Да еще и вот вертолетик. Ну, тоже летательный, но все-таки почему бы сначала не самолетиком поправлять, а потом вертолетиком, да? Ну, не придумать же какие-нибудь, не знаю, радиоуправляемые мотоциклы, да? Тем более, кстати, как вы помните, в GTA San Andreas даже одна миссия была связана с... А, даже не одна, а две миссии было связано с управлением вот таких вот радиоуправляемых штукенций. Это у Zero. Кстати, маленький интересный факт, задания Zero не являются основными в GTA Vice City. Ой, фу, в GTA San Andreas, извините, я уже просто заговариваюсь. В час ночи вчера лег, до полчетвертого меня кусали комары. Я просто был в бешенстве, я полчетвертого встал, начал за ними охоту. Просто, я не знаю, как Шварценеггер за хищником в фильме 86-го года Predator. В итоге я, наконец, уснул, и через 5 часов мне надо было вставать. Соответственно, завтракал я в Макдональдс, как я и сказал, поэтому все настолько плохо у меня сегодня. Но в любом случае, ничего не откладывается, видео по GTA Vice City у вас будет, а также видео по... Какой-нибудь еще игре и стримчик по GTA 4 опять же не откладывается. Вот этот чекпоинт, он на самом деле очень противный. Это, кстати, один из станджампов, если я не ошибаюсь, из уникальных прыжков. Ну, на 100% прохождении мы обязательно еще попотеем над станджампами. Оставлю их, знаете, на самую концовку, наверное. Чтобы себе мозги не трепать, на самом деле. Ну, по сути... Я так понимаю, ничего особого не дают, да? Томми Версетти просто должен пройти это, я не знаю, как... Ну, занадо, просто занадо. До 100% прохождения Томми просто так должен поуправлять этими радиоуправляемыми штукенциями. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. Я надеюсь, это было неплохо. Ладно, друзья, на этом, я думаю, видеоролик пора заканчивать. С вами был Спектр. Подписывайтесь на канал, если вы новый, поставьте лайк, а также можете добавить меня в Стиме или ВКонтакте. Кстати, подождите, тут спрятан пакетик. Я этого не знал, кстати. Можете добавить меня в Стиме, ВКонтакте, можете подписаться на мою группу ВКонтакте. Все анонсы проводятся там. А также, не забывайте рекомендовать канал. Друзья, на 40 тысяч подписчиков я сделаю специальный видеоролик. Надеюсь, он вам понравится. Также это будет на 50 тысяч, на 60, вплоть до 100 тысяч, когда я покажу свою рожу. Так что, всем спасибо за внимание. И пока, пока, пока. 100 долларов. За кадром. Бля, 100 долларов, ты тупой что ли? Ненавижу тебя, мразь, умри просто. Давай, дурацкий топ фан, умри. Ненавижу вас, я портовые шлюхи, ненавижу. Сдохни тебя. И ты, мент, и ты охранник. Сдохни нахуй вместе со своей портовой собакой. Да ну нахер по 100 долларов зарабатывать. Падаю лучше водителям автобуса работать. Е-е-е, бич, поехали. Короче, пойду, я лучше умру. Прощай, жестокий мир. Прощай. Что? Мне даже не везет в утоплении. На этом автобусе, оказывается, можно плавать. Прощай. Прощай.